Нельзя прятать еду и обвинять. Диетолог рассказала, что делать, если у ребенка есть лишний вес. Диетолог Татьяна Лакуста рассказала, как родителям не стоит решать проблему избыточного веса ребенка. Она составила целый список, несколько пунктов, которые точно не помогут, а могут даже навредить психике малыша. Доктор опубликовала свои советы в Инстаграм. Как не стоит делать, если у вашего ребенка есть избыточный вес? Ругать его за это, прятать еду, обвинять, наказывать. Ни в коем случае нельзя говорить. Посмотри на свой живот, на свои бока, не ешь конфету, штаны уже малы стали. Сажать без объяснений на диету. Пока вы не разобрались с основой питания, не объяснили ребенку про физиологию изменения в теле, про избыточный аппетит, который может быть при половом созревании, про изменение веса, не запугивайте их зелеными салатами и отварной курицей. Не обсуждайте телосложение ребенка с подружками или бабушками. Сидя в соседней комнате, узнавать о себе разные эпитеты очень неприятно, повышается скованность и уменьшается доверие к родителям. Сам ребенок может не знать о своей проблеме, пока мама не скажет, не ешь хлеб, если не хочешь быть потом такой же толстой, как и я. Пренебрегать фразами «я толстая» и «я себе не нравлюсь», «стесняюсь себя». Подростковый период – это атомный взрыв из чувств эмоций, переворота в восприятии себя. Когда ребенок говорит о тяжелых переживаниях, родителю может быть вдвойне тяжело это переживать, поэтому и может возникнуть желание отмахнуться. Но лучше проговорить совместные варианты решения ситуации. Психолог, эндокринолог, коуч по питанию, активности, поучаствуйте в этом вопросе, иначе, примет участие Instagram с блогами 40 кг. И проанализируйте атмосферу в квартире, школе, семье. Может что-то произошло, ребенок переживает и поддерживает себя с помощью обилия еды. Пересмотрите структуру питания дома, купите тарелки сбалансированного питания, подделенные на секторы. Не запрещайте сладости, поговорите о их количестве и о их месте в рационе, посоветовала Татьяна и пожелала родителям подростков сил. Напомним, вся пирамида иммунитета и здоровья в целом невозможна без оптимизации сна, уверена специалист по питанию с 10-летним стажем Надя Анреева. Она дала рекомендации, как качественно улучшить сон. Также возьмите себе на заметку это просто и полезное меню, если вы вечно заняты и вам некогда готовить.